всем привет сегодня не только на улице стало жарко но и в просторах интернет магазинов на которых можно приобрести очень много интересных новинок реально стало жарко в отношении параметров смартфонов которые продаются на нашем канале не секрет что очень много таких вот телефонов которые ну не каждому нравятся то есть они бюджетные очень бюджетные но сегодня реально от бренда о китель модель за которую мне действительно не стыдно она похожа на red минут 8 и даже лучше и я действительно горжусь сегодня этим аппаратом сразу хочу подметить что за обзор этой модели мне никто не платил то есть я его купил за свои деньги я ждал его я получил и сегодня рад поделиться буду в полном обзоре об этой новинке у китель white 4800 начинаем начнем по порядку самой коробки здесь указана модель white 4800 у китель и некоторая характеристика самое важное о этом смартфоне но немножко об этом позже нас интересует содержимое открыл упаковку нас встречает сам смартфон извлекаем смартфон и смотрим его характеристики здесь сразу указано о китель white 48 и в сотах указаны его преимущества мощный процессор камера есть сканер отпечатка пальцев заметили я не все говорю чтобы заинтриговать вас потому что на самом деле параметры просто поражают есть 18 ваттная скоростная зарядка аккумулятор на 4000 и разблокировка по лицу которые срабатывают просто пулей 48 мегапикселей основной модуль и 2 на 16 мегапикселей тут кстати еще силиконовый чехол вот он прозрачный сразу с упаковки уже есть защита дальше рассмотрим внешний вид снимаем пленку смотрим комплектацию здесь скрепка здесь у нас кабель для зарядки и блок питания в этом конверте у нас находится помимо скрепки еще вот такие вот бумажки это документация и гарантийный талон но в нашей стране он не действительный все знают что покупая на сайте алиэкспресс мы активируем гарантию мы и рекомендуем вам это делать через кабинет алиэкспресс здесь у нас находится кабель юсби на микро юсби да это его минус что у него не избитая все но с другой стороны купите себе магнитный кабель ссылку я оставлю в описании и не будете иметь проблем вообще как подключать что делать кабель это сделает за вас здесь блок питания и так как у нас глобальная версия то он идет уже под наши обычные розетки ему не нужен никакой переходник и у него вольтаж 5 вольт 2 ампера 7 вольт 2 ампера и 9 вольт 2 ампера а значит будет заряжать за несколько часов буквально за два с половиной часа аккумулятор теперь обратим внимание на его цену 139 99 на момент обзора но это в зависимости от комплектации и сразу хочу сказать что с такими параметрами шесть оперативки 128 встроенных 4000 аккумулятор 48 мегапикселей камера быстрая зарядка реально ну реально очень очень стоит обратить вам внимание на эту модель и конечно же дальше вы узнаете проверив все ее возможности этой модели решать вам конечно покупать или нет но я уже однозначно рекомендую смотрим сам смартфон низкая цена порой пугает когда такие мощные параметры и я готов перечислить вам почему эта модель не такая дешевая по сравнению с другими брендами с такими же параметрами у этой модели полностью пластиковый корпус он выполнен в черном цвете и действительно выглядит будто бы ну здесь не пластик конечно же остаются отпечатки пальцев поэтому лучше использовать его в родном силиконовом чехле или же прикупить еще отдельно дополнительный чехол как это сделали мы у этого чехла что приобрели мы для этой модели здесь находится собственный силиконовый чехол черного цвета это самый лучший чехол реально ну вот в отличие от этой модельки она будет желтеть со временем это версия а вот эта версия будет постоянно вот этот чехол у вас умрет а этот еще будет работать и в этом чехле модель себя чувствует очень хорошо защищена есть подставка все разъемы видны давайте же теперь посмотрим сам смартфон вблизи как не убирай пылинки все равно они здесь появляются на этой красивой поверхности модуль у этого смартфона здесь конечно же выпирает как и свойственно этим моделям ну и это правильно потому что спрятать его в таком тонком корпусе там где уже просто негде прятать только лишь из-за камеры утолщать смартфон просто нет смысла это у нас модуль 48 16 и двойная очень реально очень яркая вспышка включаем смартфон и доберемся до шторки я сейчас включу вам эту вспышку и покажу вот так вот чисто черный реально черный экран то есть камера передает тоже что и я вижу это очень хорошая здесь матрица с хорошим высоким разрешением full hd пока загружается и мы еще не проверили фонарик скажу что здесь работает отлично отмена мгновенно сканер отпечатка пальцев он круглый и внутри матовый если эту модель одеть в силиконовый чехол то модуль все равно выпирает он не защищен но если данный смартфон одеть уже вот в такой вот чехол который у нас видео то здесь модуль прям таки настолько защищен что ему даже падение на землю не страшно запускаем фонарик и смотрим что он реально очень яркий ну я скажу что соответственно своим параметрам 6 128 очень мощно светит если мы отключаем экран он продолжает светить еще раз нажимаем он включается и фонарик все равно не тухнет тем кто любит надежность этот принцип работы понравится дизайн конечно же похож на другие современные модели например очень уж напоминает модель redmi note 7 redmi note 8 и другие современные модельки края закругленные рамка здесь тоже выполнена из пластика справа у нас находится и кнопка питания и качелька громкости они достаточно утоплены и не выпирают особо но с ними приятно работать люфта во время работы здесь я не заметил слева находится лоток для sim карт и его огромный плюс что здесь устанавливается две карты и карта памяти до 256 гигабайт сразу одновременно устанавливаем сюда наносим карту и вставляем смартфон все сверху на смартфоне нет никаких отверстий и разъемов а вот снизу расположились и динамик и гнездо для зарядки и разъем для наушников три с половиной и отдельный микрофон микрофон здесь один но пишет очень хорошо конечно же у этого смартфона экран с капелькой камера здесь спрятана вверху находится динамик датчик приближения и освещения рамки у этого смартфона минимальный и как внизу так и вверху очень красиво смотрится место то есть расположение экрана равномерное внутри экран закругленный как вы видите имеет приятный белый цвет не синеву если мы зайдем то можно включить здесь максимальную яркость вот такая вот максималка и теперь посмотрим минимальный минимальная все равно остается яркая хотелось бы тускнее но то что есть есть также ночной режим активируя который экран становится желтый номеронабиратель здесь без русских букв экран как вы видите сочный и разрешение данного экрана 1080 на 2340 ну и раз мы уже зашли в программу antutu бетчмарк посмотрите какие показатели 158 тысяч 503 просто шустро быстро и отлично работает этот смартфон то есть вот если я пользуюсь своим смартфоном у которого 4 гигабайта оперативки 64 встроена ну конкретно я говорю сейчас про модель blackview 68 200 про вот здесь вот обзор я этим смартфоном пользуюсь постоянно то сравнивая с этой моделью она дает ему фору в два раза реально быстро все открывается в развернутых показателях эти тесты здесь указаны теперь поговорим детальней о параметрах модель okitel y 4800 и все ниже точно так же с такими же параметрами android установлен 9 оперативная память 6 гигабайт с частотой 1080 мегагерц а встроенной 128 из них 110 доступно реально от чистых 110 заходишь в компьютер открываешь диск как флешку и там показано 110 работает на процессоре helio p70 или его еще называют мт6771 в 8 ядерные 64 битный 2106 мегагерц 12 нанометровый реально процессор очень шустрый и не потребляет много энергии за графику отвечает мали g72 благодаря такому сочетанию он все приложения и конечно же игры щелкает как семечки диагональ данного экрана 6,3 дюйма плотность пикселей 407 dpi тест мультитач на 10 касаний камера 48 мегапикселей но не снимает в 4к разве что можно будет найти какую-то камеру от google тогда что-то можно поднастроить диапазон iso максимально 6500 с апертурой 18 передняя камера на 16 2 мегапикселя с разрешением 4 640 на 3488 снимает видео тоже full hd 1080 плюсом этого модуля помимо 48 мегапикселей и реально работающего 2 модуля а именно этот модуль является тем модулем который отвечает за эффект бок и размытие он реально здесь работает и снимки выходят четкие насыщенные великолепные я их вставлять сейчас не буду они будут по окончанию обзора но вы всегда можете воспользоваться тайм кодами которые есть как в описании так и в закрепленном комментарии под этим видео можете перейти и посмотреть сразу эти тесты если вдруг вы искали только их аккумулятор на 4000 миллиампер но вы знаете что мы всегда честно показываем все тесты 3669 но будем считать 3700 не дотянул 300 миллиампер но несмотря на такие не дотянутые показатели как казалось бы это нормальное отклонение и отдельно проведенный тест в youtube тоже меня порадовал вот здесь вот тесты от 100 до 0 процентов сколько он продержался в ю тубе точно уж не 6 часов а гораздо больше android здесь 9 и будет ли обновление мне неизвестно но могу вас заверить что ближайшие пару лет этого смартфона вам точно хватит потому что с таким вот андроидом 9 у кого-то до сих пор 4 еще android и по-прежнему работают все приложения а здесь 9 ну на некоторых лишь смартфонах установлен 10 вчера например я делал обзор на смартфон dougie x95 это смартфон у которого 10 android но скромные показатели но реально он порадовал его цена всего-то 60 долларов но его огромные экраны мощная батарея подкупают поэтому за такую цену он очень доступный вот здесь его обзор переходите и смотрите продолжим работает с gps глонас и байдоу дальше вам покажу тесты вай-фай двух диапазон и 2 и 4 и 5 гигагерц bluetooth 5.0 nfc здесь нет из датчика в акселерометр геомагнитный вектор вращения датчик освещенности магнитометр не калиброванный магнитометр датчик ориентации датчик приближения шагомер и детектор шага всего 9 датчиков только запустил программу gps info и сразу пошло соединение со спутниками которые доступны сейчас над нами а на улице сейчас идет дождь я нахожусь частном доме и вот сколько уже спутников вышло на связь 9 используются из 32 а это значит что это отличный вариант для навигатора если вдруг вы используете его по назначению чтобы проложить маршрут байдоу gps глонас ну собственно и все это просто отлично три вида спутников ну и то что вы видите вращающийся компас это говорит о том что здесь геомагнитный датчик электронный компас есть также имеется fm-радио но она не работает без наушников наушников комплекте нет в общем и любители bluetooth гарнитур поэтому весь плейлист на bluetooth гарнитуры смотрите здесь у нас на канале их было очень много поэтому есть из чего выбрать включая брендовые модели на днях кстати будем снимать обзор на модель от бренда motorola не слышали о таких наушниках как вербатс 400 если нет то мы рады будем с вами поделиться этой информацией обзор уже доступен на канале смотри вновь здесь в подсказках один из моих любимых тестов проверка звука люблю проверять на современных каких-то брендах где можно услышать разные нотки делаем максимальную громкость и запускаем какой-то трек с избранных все тесты как всегда без обработки вот как вы слышите так и есть скажу по своим ощущениям сравнивая с другими моделями звук реально громкий хороший насыщенный без искажений хрипот и есть даже легкий бас если у вас кармане заиграет данный смартфон то за этот звук не будет стыдно теперь давайте запустим игру асфальт вот на ваших глазах она сейчас запускается и я буду включать все уровни все на ваших глазах то есть чтобы показать насколько шустро работает данная игрушка вот этот первый запуск забирает достаточно много времени все остальное просто летает и графика здесь установлена на максимальных настройках входим в карьеру выбираем новое выбираем эту версию эту эту теперь идет загрузка и мы сейчас вместе с вами проедем немного и вы увидите графику итак начинаем поехали просто очень гладко даже на моем майзу но 9 совсем не так работает данная игра тут вообще очень классно когда уже выпустят обновление игра асфальт 9 ребят кто ждет напишите в комментариях ждете ли вы обновление игры примечательно что во время работы во время игры моделька не нагревается пусть есть легкое легкое нагревание сзади но нету такого-то сумасшедшего нагрева поэтому однозначно огромный плюс процессор себя здесь хорошо рекомендую и поговорим о некоторых еще наверное недостатках на первый взгляд опуская шторку здесь очень много значков все здорово все классно но не все корректно переведено есть присутствие английского языка и новичку здесь не все будет понятно давайте зайдем в настройки вот первое что бросается в глаза май девайс да о моем телефоне дальше sim setting more network с этим рвс ченч and atg то есть он поддерживает реального тг кабель вот я даже здесь сбоку положил шнурок но в общем я тестировал подключаешь к нему а тг флешка мышка клавиатура и даже возможно потянет ssd жесткий диск без проблем будет работать дальше навигация бар то есть это изменение кнопок можно даже включить управление жестами вот например включаешь и здесь исчезают эти кнопки и работает функция полноэкранного режима но мы оставим вот эту функцию кнопочка и кнопка назад возврат домой работает великолепно то есть вот этот его минус который мне нравится что не везде новичку будет понятно что это за пункты надо разбираться но на самом деле здесь мне лично все понятно но вот мои впечатления что я открыл и думаю так а что же это такое а это что такое и начинаешь понимать что надо задействовать еще способности перевести или вспомнить что под этими значками здесь может подразумеваться есть функция активация при взятии в руки например я его вот хочу взять беру и он сам включается видит мое лицо и мгновенно разблокировался включаю еще раз закрыл глаза кстати сейчас он не разблокируется ждет 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 теперь открыл и он разблокировался но разблокировка мгновенная посмотрите если хотите использовать громкую связь то громкость отличная также можно записывать звонки нажимаем запуск и запись звонков присутствует собеседника очень хорошо слышно также собеседник хорошо слышит вас давайте проверим запустим запись разговоров чтобы услышать как же будет слышно вас собеседнику а вот после этого я начну говорить нажмите 2 проверка связи 12345 взял куху разговариваю приветствуем всех зрителей на канале мы выбор уже сделали надеюсь выбор сделали и вы подпишитесь и заходите во вторник четверки субботу запись сохранена и вы ее слышали нам нравится напишите что думаете вы забавный здесь диктофон ну по крайней мере отличается включаем его и вот так вот красиво запускается включаем и здесь вот можно прослушать запись вызова то есть где искать записанные разговоры заходим в диктофон и здесь запись вызова и можно прослушать нашу запись которую вы ранее слышали запись производится 3gpp камера внутри имеет похожие с брендами расположение по функциям грамотно все переведено есть раздел фото ретушь видео ночь замедленная съемка еще здесь присутствует панорама и групповое сэлфи не хватает здесь ручных настроек или про настроек эффект бок и включается активацией по кнопке вот этого автофокуса или же закрытие диафрагмы если правильно выразиться это у нас кнопка живого фото это включение фильтров hdr кстати hdr очень хорошо справляется есть автоматически есть принудительно вспышка и дополнительные настройки таймлэпс групповое сэлфи и можно снять гиф-анимацию также в настройки тоже интуитивно понятно все разбито можно делать снимок по сканеру отпечатка пальцев отключить щелчок звука местоположение кнопки громкости настроить выбор автосцены что очень приятно работает и реально определяет хорошо метка бренда можно добавить свою есть таймер можно настроить режим съемки обычные или коснуться и размер фото 4 на 3 и 8 мегапикселей напомню что это у нас установлен обычный режим фото если перейти в видео и включить настройки то здесь можно выбрать качество среднее высокое лучшее лучше это 1080 30 кадров все остальное вы видите по тому же принципу работает открыл приложение youtube и выбрав качество максимально поддерживает 1080 60 кадров включаем это разрешение и давайте посмотрим как ведет себя данное видео но хочу вас заверить что на таких настройках данный смартфон себя великолепно зарекомендовал если у вас тянет интернет я думаю у вас он будет тянуть то он хорошо справляется со своей задачей нету никаких подвисаний работает великолепно с helio p70 6 гигабайтами оперативки 128 гигабайтами встроенных ну будем говорить 110 этот смартфон просто летает и действительно ну вот придраться не к чему давайте проведем тесты запускаю 1 2 3 4 5 работает шустро теперь chrome открыл спасибо не надо новый раз 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 открыть открыл то есть но настолько быстро ребята просто мгновенно открывает приложение и мне как человеку который уже набил руку и пользуются и хочет от смартфона что-то чтобы он но не тупил в руках быстро выполнял команды я реально чувствую что просто класс если бы у меня не было meizu но 9 то реально бы я себе оставил этот смартфон во первых потому что у него камера на ровне работает во вторых у него можно установить карту памяти и родной здесь 128 в моей версии здесь за те же деньги по сути 64 и карточку памяти сюда нельзя установить да и экран здесь побольше в общем радость они смартфон реально доволен вот когда получаешь смартфоны и здесь установлено больше одного модуля ты конечно же хочешь чтоб они выполняли свою функцию и это первый смартфон от китайского бренда не xiaomi не meizu а вот типа okitel дуги или какая-то другая фирма то реально здесь этот смартфон себя просто отлично зарекомендовал мне не стыдно вам сказать ребята покупайте я рекомендую однозначно ссылка на него есть в описании будут вопросы задавайте думаю что на этом тесты мы уже все подвели теперь небольшая реклама благодаря чему и вы будете поддерживать нас это кэшбэк сервис backit рекомендуем вам делая покупки в интернете возвращать кэшбэк так как это делаем мы вы покупаете товар а продавец в благодарность возвращает часть средств вам и не какими-то бонусами реальными деньгами вернуть можно кэшбэк за любую покупку чтобы начать экономить вам необходимо зарегистрироваться по ссылке в описании во время регистрации не забудьте ввести специальный промо-код лично от нашего канала гра чеки 2020 срок действия этого промо-кода три дня с момента активации и он повышает кэшбэк на 10 процентов накопленную сумму можно вывести любым удобным способом рекомендуем вам экономить вместе с кэшбэк сервисом backit так же как это делаем мы поэтому если вы думаете себе найти хороший смартфон и помимо всего прочего не просто купить этот смартфон а еще и сэкономить то не забывайте использовать кэшбэк сервис backit да ребята нам не стыдно мы однозначно рекомендуем кэшбэк сервис backit потому что сервис проверен временем и мы его рекламируем не потому что нам за это заплатили а потому что реально возвращает проценты за покупки в китае напоследок скажу что у него нету индикатора уведомлений экран имеет слегка закругления пленка здесь никакая не была наклеена и экран имеет легкое олеофобное покрытие думаю что пришло время посмотреть тесты камеры фото видео дневной и ночной съемки ну а я вам говорю что увидимся во вторник четверг и субботу 8 30 вечера вышел в сад поснимать розы на этот смартфон не только розы но и цветы здесь вот одна роза здесь 2 здесь он цветы валюша тут трудится но пионы уже отсвели вот такое качество видео и качество звука попробую вот на примере мухи показать как работает приближение это максимально здесь цветы подстраивается быстро шустрый и можно поставить на паузу посмотрим время видите как быстро ну а это тесты замедленной съемки на камере у китай вай 48 2 0 тестируем у китай лай 48 2 0 камера задняя проверка четкости настройкой резкости против солнца огород поворот быстро четко срабатывает раз и подстроилась очень классно размывает задний фон даже в видео камера просто радует четкость насыщенности зелень и я спокойно разговариваю такое качество звука ну а теперь пасмурную погоду у китай лай 48 2 0 тестируем переднюю камеру качество звука качество картинки качество четкости камера вообще подстраивается быстро есть где-то перебор с цветами по крайней мере то что я вижу на экране но работает быстро корректно и если пройтись сейчас хорошо справляется своей задачей до разных будем говорить так тонкости передает даже как будто бы я не бритый но вчера побрелся ну а теперь посмотрите ночные тесты и потом фото а вот и тесты прям во время дождя на улице сильнейший ливень послушайте как записывает звук кстати записывает в моно режиме класс и и Продолжение следует... Продолжение следует...